Вот, я слышал как-то одну передачу в детстве, и там один композитор рассказывал, у меня был юбилей, и он рассказывал, он говорит, самый лучший в жизни в моей человеке, это моя жена. Я, говорит, светлее человека в жизни не встречал. И начал перечислять ее качество, понимаете, он начал говорить о том, как она себя ведет в жизни, как она исполняет свои обещания, как она его ждала в войну, как бы верно себя вела, понимаете. Вот это развитые отношения между мужем и женой. Я увидел чистоту, и он говорит, у меня столько счастья с этим человеком в жизни. Начал описывать любовь настоящую, светлую. Хотя этот человек не религиозный, не духовный, он просто вот из-за своей культуры внутренней, понимаете, развитости как Личности, он взял и прожил такую светлую жизнь с юбилейским человеком. Потому что правильно настроились они. И обязательно вот этот кризис есть. В современной психологии есть такое описание, ну как бы чувств семейной жизни. Взяли, исследовали тысячи браков, и увидели, что сначала влюбленность, буква В, да, потом она тает, 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 доходит до низа. Вот здесь развод у всех. Кроме тех людей, которые пережили это и начали перестраиваться. То есть они другие отношения включили, другое понимание счастья, да, и у них пошло вверх. А потом в старости чуть-чуть поугасло, и все. Потому что старость сама все угасит. Чуть-чуть. Буква В. И вот здесь вот внизу будет кризис у всех в отношении. Почему? Потому что там испытания наступают. Прежнего нет, а новое, хочешь ли ты настоящей любви, хочешь ли ты вообще? И часто вот на этой стадии мужчины начинают гулять, женщины становятся депрессники, иногда тоже бросают мужей. Ну типа, я еще молодая, красивая, что с ней буду жить, я ничего не чувствую. И так, что бывай, бэби, так, что бывай, не приставай. Я поцелую, бэби, по-бэто-ни, вас подпривожил бэби солнечный свет. Поверну так. Итак, вот это вот восприятие жизни, что мне надо наслаждаться человеком, постоянно испытывать от него чувства, это патовая ситуация. Если у вас чувство собственного достоинства направлено на то, чтобы наслаждаться человеком, ругань бесконечно, разочарование бесконечное, повышенная чувствительность, ранимость, склоки, трудности, депрессняк, срывы бесконечные. И причина, я свое чувство собственного достоинства не поворачиваю правильно в отношениях. Это усилие воли, понимаете, надо заставить себя служить близкому человеку, принимать его характер, терпеть его, заботиться о нем, при этом не ждать, что тебе будет в ответ то же самое. Вот такой подвиг надо над собой совершить. И потом в ответ приходит благодарность от близкого человека сначала, потом уважение и потом верность. Это три стадии любви. Сначала благодарность, он такой, ну ты вообще такой необычный человек, спасибо тебе за такое отношение. Но если люди не идут в эту сторону, они просто упахиваются, как ишаки, живут вместе, понимаете, они пытаются обалдеть друг от друга, пытаются улучшить комфорт, условия жизни, и для этого надо больше работать, и они не видят просто жизни, они просто вот живут как во сне и все время убивают свою семью. Услышали, да? Почему так много боли, страданий? Потому что мы хотим от близкого человека счастья, ждем счастья. А надо повернуть свое чувство собственного достоинства в сторону служения. Это делается через изучение божественной природы человека. Божественная природа женщины для мужчины всегда это подарок, это всегда непостижимо, это всегда бесконечная чистота, красота, верность, глубина и так далее. Если мужчина осознал, он всегда будет счастлив с женой. А если в ней включается моя судьба, то я терплю просто, совсем согласен. Один раз моя жена ко мне подходит, вот так руки делает. Мужчин знает, что это такое. Так, руки когда вот так. И говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да. Она говорит, и понимаешь, кто в этой проблеме виноват? Я говорю, понимаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Хотя я еще даже не слышал, что это за проблема. Она говорит, правильно, как определил. Я говорю, а очень просто, я говорю, мы с тобой вдвоем живем, больше никого нет. Кто может быть виноват еще? И она как начала смеяться. Проблема закончилась после этого. Понимаете, да? Я принял все. Я даже не изучал, что за проблема. Потому что это и есть правильная позиция по отношению к близкому человеку. Если тебе судьба пришла, не надо с ней связаться, будет только хуже. Вот пришла судьба через жену, надо принять все. Это не значит, что я, типа, как бы, раб-лампы, да? Нет, я сохраняю чувство собственного достоинства, я веду с ней спокойно, радостно. Я не унижаюсь, я просто принимаю судьбу и все. Добровольно. Добровольно-принудительная работа. Ну, то есть, примерно так вот. Ну, то есть, есть противоположные песни, которые показывают, как настраиваться на близкого человека. Если ты настроен, ты знаешь, чем жертвовать, понимаете? Если ты человек-мужчина, божественную женскую природу осознал, любой женщине это и есть эта божественная природа. Он бесконечно будет счастлив, настраивавшись на нее. Если женщина осознала в мужчине божественную мужскую природу, она всегда будет счастлива со своим мужем, потому что она настраивается на божественной мужем. Не на его недостатки, а на божественные. Недостатки бесконечно тяжелы. Для мужчины женские недостатки — это жесть. Для женщины мужские недостатки — это жесть. Понимаете? То есть, бесконечно трудно быть человеком, когда ты настроен на его недостатки. Бесконечно трудно. Это унижает, это очень тяжело. Но если ты настроился на божественной близком человеке, очень хорошо жить счастливо. Только успевай переключаться. Когда судьба пришла, и близкий человек начал вести себя небожественно, то ты как спокойно просто терпи. Ну, знай, что сейчас будут трудности. Вот знай, что пришло время страдать. Ну, и страдай, терпи, прощай. И все. И очень быстро он, быстро очень выходит из этого состояния. Потому что, когда ты судьбой правильно себя ведешь, она начинает как сестра себя вести. Она перестает быть врагом. Понимаете? Она тебя испытывает сначала. Но потом ты со всем согласен, то она не будет раздавать с тобой. Но при этом ты должен сохранить чувство собственной достоинности. Даже, смотрите, допустим, человек, допустим, совершил преступление. Я крайний случай говорю. Стоит на суде. Он должен до суда принять судьбу в молитве. Сохранить чувство собственного достоинства. И когда его обвинение ставят, он должен со всем согласиться, сказать, да, я согласен с введением. Также я раскаиваюсь. И по-доброму смотреть на судей, смотреть на всех людей. Какой результат будет? Половина срока. Почему? Потому что человек ведет себя благородно. Он не унижен. Он раскаялся. Он ведет себя хорошо, по-доброму. Это значит, что надо ему прощать. Все это видят и понимают. Потому что он уже экзамены свои сдал практически. Понимаете, да? Но это надо поднять. Вот и все молитвы должны на это быть направлены. Если ты стоишь и отверцаешь все, значит, по полной программе срок. Если ты стоишь, злишься по полной программе срок. Если ты унижен, так, простите, по полной программе. Понятно, да? Все это означает наказание. Но если ты спокоен, сердце спокоен, спокойствие передастся всем. Ты благороден, то есть ты как бы не унижен. Ты всех любишь, со всем согласен. Спасибо. Все, значит, ну все идет процесс, нормальный человек. Все нормально. И если ты не виноват, то же по-доброму, спокойно, говори, что не виноват. Не злись ни на кого, никого не обвиняй. Не доказывай спину. Я не виноват. Спокойно. Итак, чувство собственного достоинства не означает ходить и вот так вот всегда ласковый, да? То есть человек может выглядеть очень сильно, сильную позицию. В целом, чувство собственного достоинства — это сильная позиция Бога по отношению к человеку. И это проявляется также и в поведении святого человека. Как узнать святого человека? Вот вы видите человека, допустим, он не рисуется. Раз. Значит, чувство собственного достоинства работает правильно. Выглядит очень сильно. Два. Это значит, Бог сильно любит этого человека. Он никогда не лицемерит. Ведет себя, занимает сильную позицию, но при этом смиренную. Он может в ответ на оскорбление спокойно ответить и сказать. Понимаете? Это признак святости. Я вам говорю крайний. То есть, когда чувство собственного достоинства очень сильно работает, у человека соединяются крайности. С одной стороны сильное смирение, с другой стороны сильная очень позиция внутренняя, сильный взгляд, сильные слова. Но при этом человек смиренный. Он может выслушать что угодно в свой адрес, но при этом он не теряется и не злится. Понимаете, да? Это все, вот я перечисляю вам, признаки особой категории людей. И человек сам не способен на все эти вещи, которые я сказал. Наполненность этого человека идет от Бога. Если вы такого человека увидели, который в самых трудных, непреодолимых ситуациях сохраняет в равновесии и спокойствии, это значит, что Бог этого человека наполняет чувством собственного достоинства. И это значит, что эта личность уполномочена менять судьбы других. Понимаете? Это необычный человек. И по отношению к такому человеку нужно особое поведение. В зависимости от того, как работает чувство собственного достоинства, можно увидеть глубину и силу отношений человека с Богом. Если чувство собственного достоинства работает очень сильно и правильно, это значит, что этот человек может поменять сердца и жизни многих людей. Изучайте эту тему и поймите, что чувство собственного достоинства — это не то, что я из себя могу что-то вытянуть. У каждого человека есть свои отношения с Богом и своя внутренняя сила в этих отношениях. Примите это и начинайте жить правильно, по совести. Ваше чувство собственного достоинства будет крепнуть и расти на глазах. Если женщина начинает всех любить, о всех заботиться, ее женское достоинство привезет ее сразу же к замужеству. Или укрепит ее семейную позицию, если она уже замуж. Если мужчина начинает вести себя ответственно и сильно, он начинает помогать всем своей силой внутренней, ответственность брать за людей, вести их за собой, то, несомненно, он получит в этом обществе успех, славу, влияние. И, естественно, такой человек будет привлекаем, привлечен, к нему будет привлечен. Так с женское вниманием он получит хорошую жену. Ну, то есть, другими словами, чувство собственного достоинства, это и является индикатором нашей удачи, нашего успеха в жизни. Посмотрите за своим чувством собственного достоинства. Посмотрите, как он у вас работает. Если вы видите, что вы как бы в конфликте со всеми находитесь, всему сопротивляетесь, значит, что есть невежественные нотки, это значит, что вы идете где-то против воли Бога. Если вы пытаетесь из себя что-то корчить, показывать, значит, вы просто не понимаете, как правильно хотите быстрее добиться того, чего пока не положено. Ну, то есть, если вы чувствуете себя нормально, спокойно в том, что у вас есть, и при этом, допустим, вы не чувствуете, что вы достаточно сильный человек, тогда делайте правильные вещи. Нужно совершать аскезы по отношению к телу на природе, нужно совершать аскезы по отношению к людям делать добрые дела, нужно совершать аскезы по отношению к Богу, служа Его слугам и Ему через поклонение в храме. И тогда человек, чувство собственного достоинства крепнет на глаза, оно становится могущественнее, сильнее, и чувство собственного достоинства определяет статус человека в обществе. Что это такое? Ну, то есть, вы понимаете, да, что если у человека с прошлой жизни много накоплений, оно может работать невежественно сейчас, чувство собственного достоинства, допустим. Ну, человек не хочет правильно жить, но у него накопление большое, он может иметь при этом большое высокое положение в обществе, но при этом вести себя как невежественный человек. Понимаете, да? Это всё временно. Но человек своим поведением гасит своё благочестие, и в конце концов он слетит с этого положения. Особенно мы видим сейчас в последнее время, когда, допустим, ну, человек, который депутат, там, начинает, вы быдло, там, всё сразу какое-то дошло, до верха его сняли, там, ругнулся на кого-то, там, ещё что-то сделал, до свидания, до свидания, до свидания. Ну, то есть, почему? Потому что, если ты, как бы, старший, веди себя как старший. Ты должен быть лучше других поведений. Но если ты не можешь, ну, твои проблемы. Ну, то есть, чувство собственного достоинства формируется поступками человека и определяет его статус жизни. Не важно, как ты, как она настроена, чувство собственного достоинства сейчас. Часто меня спрашивают, Олег Геннадьевич, часто у правительства, у власти бывают недостойные люди. Почему? Сразу возникает вопрос, почему? В умные достались в умным, а я досталась тебе. Ну, то есть, почему? Потому что, вот, чего мы достойны, то и получили, понимаете? Если бы, вот, если бы все люди в нашей стране были святыми, был бы святой правитель, и все правители были бы святыми, понимаете? То есть, чего достойны, то и получили. Поэтому надо принять свою судьбу. Часто люди бегут от судьбы, и они думают, что они могут найти что-то лучше. Везде все одно и то же. Вот, что тебе положено по судьбе, там и будет жить. Одно и то же, но по-разному. Потому что везде влияют разные планеты. И везде есть что-то плюс, что-то минус. Допустим, некоторые хотят в Европе. В Европе есть плюсы. На улицах чистота, порядок. Люди работают по законам. Меньше там взяток, допустим, коррупции, да? Плюсы. Отношения вежливые между людьми. Добрые, деликатные. Минусы. Есть или нет? Поднимите руку, кто считает, что нет минусов? А, здесь таких нет людей. Некоторые, как бы, считают так. Минусы. Зашоренность на работе. Люди просто, они просто с ума сходят от работы, и они зашорены. У них нет другой жизни. Работа-дом, работа-дом. Поэтому все как роботы. Очень тяжело там жить в этом плане. Очень сильная скованность. Занятость очень большая у людей. Скованность на этом. Первое. Второе. Холодные отношения между людьми. У меня одни знакомые говорят, теперь, и мы переехали в Германию, чтобы мне к маме перейти, прийти домой, мне надо аппоинтмент заказывать и со своей пищей приходить. Ну, я не говорю, что у всех так. Ну, вот к этому идет тенденция, понимаете? И так далее. Я не говорю, что там плохо. Там нормально. Кому-то там лучше, кому-то здесь лучше. У меня одна знакомая в Россию приехала, и на таможне ее обматерили. Она такая, господи, родные. Подорвают, по-доброму ей сказали, ответили. Она, наконец-то, я дома. Она устала от этого лицемерия, как бы сладкого такого, и захотелось. Нормальных отношений. Примерно так. Везде все, как бы, где-то что-то о чем-то лучше, где-то о чем-то куже. Везде все одинаково. Просто одно есть, другого нет. Вот так примерно. Во всей Земле. Во всей Земле. И так, благочестие. То есть, человек работает над собой, развивается, происходит определенный щелчок, и он повышает свое положение в обществе. Понимаете? Ну, то есть, это происходит скачкообразно. Вот вы живете, живете, живете. У вас благочестие накопилось. Раз, у вас другие друзья, другое окружение, другая работа повысились. Потом дальше опять живете, то есть, идет вот такое повышение человек постепенно. Как только человек, допустим, начал греховной жизнью жить, тоже он удерживается, допустим, он директор завода. Ну, чем он занимается? Взятки там, пьянь, гулеж, грабеж там. Он сразу потеряет свое? Нет. Он находится, находится на плаву, находится потом, оп, и слетел. Одно какое-то событие, и его скосило. Но сначала он тратит, портит, теряет благочестие. И в какой-то момент он же не может удержаться на плаву, он, пык, и падает. Понятно? Так вот, то есть, благочестие, оно копится сначала, и у тебя вот здесь, ты вот живешь, в этом положении общества накопилось, и раз, у тебя повышение произошло. Понимаете, да? Это происходит просто само по собой, по судьбе, поэтому не надо париться. Некоторые люди спят и говорят, когда же я буду начальником. Никогда не будешь, если у тебя вот так работает чувство собственной достоинности. Значит, тебя там не примут. Расслабься, живи, развивайся, придет время. Круг твоего общения будет меняться. Потом будет другая работа, другие отношения, все будет меняться. Развивайся как личность. Есть два пути в целом. Есть, говорит, тотальный путь. На горизонтальном пути надо пахаться, как и шаг. И тогда тебя чуть-чуть повысят. По выслуге ленты. Есть вертикальный путь. Это путь работы над собой. Если понял, как правильно жить, то тогда постепенно благочестие тебя поднимает вверх. Но вертикальный путь также осознание. Вот, допустим, если человек начинает уважать отца, его все будут в обществе уважать. Начинает уважать мать, значит, его все будут любить. То есть через мать идет энергия любви в его сознании, человек. Через отца уважение, влияние идет. Ты уважаешь отца, каким бы он ни был. Пошла энергия влияния через тебя на других людей. Уважаешь мать, какой бы она ни была. Энергия влияния. Уважать не означает соглашаться. Понимаете? Уважать означает, это другое чувство. То есть, если, допустим, отец говорит, пей со мной, не значит, что ты его уважаешь, пьешь с ним. Это неправильное мышление. Ты можешь отказаться, но при этом вежливо. Не злиться. Не обзывать его там и так далее. Уважительно относиться. Вот смотрите, сильное чувство собственного достоинства, но при этом человек занимает высокое положение и находится в невежестве. Принять судьбу надо даже в этом случае, иначе погибнешь. Сломит тебя судьба. Ну то есть все оборачиваются против тебя, все против тебя. Все не так, как надо. Это может быть в судьбе, в отношении, в здоровье. Просто жесть, понимаете? Жесть начинается. И люди, как неправильно мыслить, начинаете думать, ой, меня сглазили, испортили, экология плохая, страна плохая, надо куда-то рулить. Это значит, что вы себя потеряли. Неправильное мышление. Просто пришла плохая судьба. Второй вариант. Рушится семья, все отвернулись против вас. Может все родственники вообще отвернутся сразу. Ребенка у вас могут начать отнимать. Все что угодно. Просто молитва. И побеждать эту плохую судьбу. То же самое препятствия непреодолимые в жизни. Тюрьма там, еще болезнь тяжелая, еще что-то, преследование. Просто молиться. Просто побеждать судьбу с помощью Бога. То есть первый вариант с помощью природы, второй с помощью людей. Нужны добрые люди вокруг, когда тебя бросают, мучают. Друзья нужны. Я по этому дружбе вам рассказал. Друзья спасают человека, когда у него трещина в социальной жизни идет. И когда непреодолим препятствия, спасают храм, святые места, святые люди. Спасают человека. Спасение приходит человеку в жизнь. И это чувствуется через чувство собственного достоинства. Если ты перед лицом тюрьмы чувствуешь спокойствие, как вот девушка говорила, значит, все закончится нормально. Это 100%. Если ты перед лицом болезни чувствуешь, что все будет хорошо, значит, ты вылечишься. Если ты перед лицом непреодолимых разрушений семьи чувствуешь спокойствие, от тебя там жена уходит, и спокойствие чувствуешь, значит, вернется. А если тебя за сердце хватануло, и ты, ааа, не уходи. И потом думаешь, спишь целыми ночами, понимаете. Значит, тебя зацепило. Нужна молитва, чтобы успокоиться, иначе жизнь будет давать трещину. Чувство собственного достоинства указывает, что с тобой происходит. Если тебя закосило, унижение, гордость, депрессняк, плаксивость или жестокость, все это указывает на то, что человек не справляется со своей судьбой. Чувство собственного достоинства нужно смотреть, изучать. Нужно смотреть, правильную позицию занимаю в жизни или нет. Лень, обжорство, неправильное отношение к себе, желание умереть тоже надо изучать. Правильный ритм жизни. Рано вставать, рано ложиться спать. И так далее. Какие вопросы у вас ко мне? Тяжелый период? Ну, по-разному все. Ну, несколько будет таких вот сильных. Прям, ну, 5-6 там. По году, может быть, 5-6. По полтора. Ну, то есть, вы знаете, у вас уже три было в жизни. Ну, еще парочка будет. Олег Геннадьевич, я же не спрашивала бы. Ну, не спрашивайте, значит, тогда. Ну, вы спросите. Олег Геннадьевич, смотрите, а когда начинаешь чувствовать, что в голову три, а вокруг тебя раз, и гордость накрывает. И ты думаешь, что... А, хороший вопрос. Дайте микрофон. Сейчас все потеряю, потому что уже начинает нарабатывать. А чувствуя этой гордости, оно остается. Гордость — это нормальное чувство, если ты его поняла. Вот, допустим, человек, всегда, когда человек копит благочестие, он первое, что происходит, начинает этим гордиться. Вот смотри, допустим, мясо бросило, проходит полгода. Фу, мясоеды, противные, вокруг кто-то мясо ест. Это гордость. Потом это проходит, ты как бы ест, ест человек, мясо, тебе все равно спокойно относится к этому. Ты себя не так не ставишь. У меня один знакомый спортсмен такой, борец такой сильный человек. Бросил курить. И мы с ним в лифте едем на девятый этаж. А до пятого там ехал мужик, он не курил, он сигарету в руках лежал, и дым шел. И он такой на него смотрит, краснеет такой. Ну, мой друг. Я думаю, сейчас он его вдавит взглядом в стенку лифта. Он чуть там не раздавил просто. Так психика у него сработала. И тот мужичок, он начал стекать, как бы потихоньку такой, стекать такой. И какой, пятый этаж, когда наступил, наверное, для него это было самое лучшее, ну, минута в жизни. И он такой, из лифта просто. Он такой красный, смотрит на меня. Я говорю, смотри, видишь, я никак не среагировал. Он говорит, почему? Я говорю, потому что ты только бросил курить. И для тебя, кто курит, это враг народа. Потому что ты еще не сжил в себе эту причину. У тебя в виде гордости это начало проявляться. А я никогда не курил, мне по барабану. Почему? Потому что гордость это признак того, что ты еще не до конца проработал эту судьбу. Просто начал. Гордость указывает на... Если ты ее распознал, все, ничего страшного. На нем, на самом деле, не надо реагировать. Вот так, гордость там. Давай биться головой об стену. Отметил, вот я горжусь собой. Хорошо, надо что-то с этим делать. Служи тем людям, о котором ты гордишься. Если ты перед кем гордишься, служи тем людям, город спройдет. Но не надо сильно уж говорить, а я горжусь собой. Это другая проблема уже. Не надо сильно в это включаться. Не бойтесь своих недостатков. Спокойно к ним относитесь. Ваш вопрос, мужчина, на первом ряду. Вот у меня вот такого рода вопрос. Зависит ли чувство собственного достойства от твоей работы. Вот, допустим, я работаю, вот я механик на флоте, вот и, вот, к жизни, вот, я не знаю, то ли место я занимаю. Сейчас не надо об этом беспокоиться. Вот занимайте то, что занимаете. Примите это место. Вы по природе руководитель. Но вы пока не развились для этого, как Личность. Поэтому вы чувствуете, что вам что-то не хватает в жизни. Но вы работаете, примите свою судьбу, работайте там, где вы работаете, и просто развиваетесь, как Личность. Придет время, и ваш статус в обществе повысится. Само собой. Но если вы не примите свою работу, будете ей брезговать, как бы, ну, плохо относиться, тогда вы не будете развиваться. Примите себя, радуйтесь тому, что есть. А значит, значит, это место, на котором я нахожусь, оно мне подходит. Конечно, конечно, да, однозначно. Ясно, спасибо. Отлично, да, все подходит. Бог, если бы мне не подходил, не давал бы. Надо просто, нельзя выбирать ту работу, которая разрушает судьбу. Вот, например, вы торгуете спиртным, допустим. Бывает магазин, там есть спиртное, и без него магазин не окупается. Хорошо, вы поставили цель поменять товары постепенно на правильное. Допустим, сигареты, спиртное, наркотики, это все разрушает судьбу. Этим лучше не заниматься в жизни. Если вы, допустим, сейчас занимаетесь, мясо тоже, когда человек разделывает, там, пивает животных, там, лучше стараться этим не заниматься. Если занимаетесь, постепенно меняйте свою деятельность. Один человек пришел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, он приехал из Нижнего Новгорода ко мне, у него сеть магазинов. Он говорит, Олег Геннадьевич, у меня в магазине я продаю спиртное. Мне продавать или нет? Я говорю, продавать. Вы же без спиртного разоритесь. Он говорит, да, разорюсь. Но надо идти в сторону, как бы, того, чтобы продавать меньше. Он говорит, а если я в эту сторону не буду идти? Я говорю, тогда через какое-то время в вашей жизни продойдет авария, и вы погибнете от несчастного случая. Он такой, яс, яс, яс. Я говорю, что такое? Почему вы обратились? Он говорит, я, говорит, у меня была авария, и я, говорит, когда восстанавливался, видел сон, что во сне мне Бог как бы сказал, что если ты не будешь уменьшать спиртное, то ты погибнешь просто в следующий раз. И он решил ко мне съездить, чтобы подтвердить как бы сон. Но я ему об этом сказал, и он такой обрадовался, что вот правильно все, то, что я чувствую. И поехал как бы менять постепенно. Это непростой процесс, понимать, поменять спиртное на что-то, чтобы окупались в магазине, очень сложно на самом деле. Бизнес благости делать очень тяжело, но это непотопляемый бизнес. Вот, например, у меня знакомые, они в Киеве открыли, там ресторан имбирь называется, то есть ресторан вегетарианский, да, и им очень тяжело было его поднимать. Но потом, когда в благости бизнес очень тяжело поднимается, но зато потом он становится непотопляемым. То есть там сейчас очереди записываются люди заранее, чтобы покушать в этом ресторане. Понимаете? Вот такая крутая вещь. То есть очень элитное место для общения, для всего. Ладно, мои хорошие, уже ведь девятый час, а нам еще счастья всем желать. Ну, подойдите после лекции, я с вами поговорю. Нам еще цветы, смотрите, сколько цветов надо все же раздать вам всем. Вы же нанесли цветов. Там фрукты еще, мне кажется, стоят. Все сели прямо. Так как вчера мы настраиваемся на звук, слушаем тех, кто молится, повторяем молитву вместе с ними, развиваемся внутренне, пытаемся побеждать судьбу с помощью звука. Это самая сильная практика победы над судьбой. Сильнее не бывает. Молитва. То есть мы повторяем, я желаю всем счастья, то вы будете повторять молитву в своей вере. Чтобы побеждать судьбу, молитва должна быть короткой. Или, допустим, если православная, то просто Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Или слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Молитва должна прославлять Бога, или повторять Его имя. Продолжение следует...